Завет С Нового Завета С книги послания апостола Павла Римлянам Римлянам 9 глава Давайте посмотрим, что же пишет здесь Павел В 9 главе стихи с 1 по 5 Истину говорю во Христе Не лгу, свидетельствует мне Совесть моя в Духе Святом Что великая для меня печаль И непрестанное мучение сердцу моему Я желал быть сам Отлученным от Христа за братьев моих Родных мне по плоти То есть израильтян Которым принадлежат усыновления Их и слава И заветы И законоположения И богослужения И обетования Их и отцы И от них Христос по плоти Сущий над всеми Бог Благословенный во веки Амин Павел говорит здесь Об израильтянах Он говорит, что им принадлежат В оригинале на греческом языке Это слово относится к настоящему времени Другими словами Бог что-то не просто обещал Это им еще до сих пор принадлежит Слово Божье, которое было направлено К потомкам Авраама Оно до сих пор принадлежит им Слово Божье, которое было сказано Тысячи лет назад Через уста Святых пророков Божьих Оно до сих пор, это слово Формирует будущее еврейского народа И на самом деле То, что мы с вами прочитали Павел говорит Им принадлежат и заветы Да-да Все последующие заветы Которые мы с вами будем рассматривать Божий завет с евреями у горы Синай Божий завет с царем Давидом Новый завет Мы посмотрим, что все эти заветы Бог заключал изначально с евреями Давайте с вами рассмотрим тему Божьего завета с евреями у горы Синай Завет заключенный Богом с евреями у горы Синай Он является продолжением Божьего завета с Авраамом С самого начала книги Исход Мы с вами видим, что израильтяне Они оказались в Египте В небольшом количестве Их было всего около 70 человек Они были просто семья Они были племенем, которые оказались в Египте Но именно там Эти люди Они начали размножаться Они стали быть очень-очень большим народом Что же происходит дальше? Мы с вами хорошо знаем историю Пришел новый фараон Который не правил во времена Иосифа Мы знаем, что прошло целое поколение Время прошло И евреи, они стали быть угнетаемы Бог поднимает лидера Бог поднимает Моисея Для того, чтобы этот человек Вывел еврейский народ из рабства Куда? В землю, которую он пообещал Потомков Авраама Как он и сказал В книге Бытие 15 глава Он сказал Аврааму Если вы помните При сцене заключения завета Что эту землю я дам потомству твоему Они будут в рабстве Но я выведу их оттуда И введу их эту землю Все, как Бог пообещал Аврааму Все и происходит Бог поднимает Моисея Этот лидер Он по происшествии какого-то определенного времени Он становится готов исполнять то, что Бог просит его делать Он возвращается в Египет И Бог начинает выводить через Моисея Этот народ в землю обетованную Но мы должны спросить себя такой вопрос Какова же была причина избавления израильтян Из Египта И введения их в обетованную землю Ответ прост Для того, чтобы израильтяне Для того, чтобы евреи Могли служить ему Да, это то, что он сказал в книге Исход В 4 главе 23 стихе Он говорит Я говорю тебе Отпусти сына моего Чтобы он совершил мне служение И Бог через эти знаменитые 10 казней Он выводит израильский народ Он выводит евреев из Египта И вводит их в землю обетованную И потом, спустя 3 месяца Израильтяне, они подходят к подножию горы Синай И именно там Бог решает заключить с ними завет Они расположились в Танам у подножия горы Синай И там Бог, Он призвал их быть своим избранным народом На что израильтяне добровольно ответили согласием Да, и с того момента После того, как Бог заключил с ними завет На условиях Израильтяне стали народом Божьим Они взошли во взаимоотношение завета С Богом на данных им условиях И через этот завет Бог решил дать семени Авраама Привилегию знать его Познать его Но в то же самое время И быть ответственным перед ним Быть народом, который служит ему И Бог поместил еврейский народ Бог поместил израильский народ Так географически На Ближнем Востоке Чтобы весь тот мир Весь древний мир Смотря на жизнь евреев Мог знать И мог видеть характер И природу того Бога Который дал им эту землю Того Бога, которому они служат Но что мы сами с вами знаем Что завет, который Бог заключил на горе Синай Он содержал в себе определенные заповеди Которые касались послушания и непослушания Эти заповеди относились к личностям Но в то же самое время Эти заповеди касались и страны в целом И Бог говорит Что если вы будете послушны моему голосу Если вы будете тщательно исполнять Все, что я вам говорю Я вас сделаю головой и не хвостом Другими словами Вы будете теми людьми, которые будут управлять Они вами будут управлять Он говорит Но если вы не будете послушны Тогда вы будете под моей дисциплиной Да, это то, что Бог им говорит И после заключения Синайского завета Израильский народ стал народом У которого сам Бог является царем Не как другие народы В которых цари были люди из плоти и крови Израильский народ Он стал тем народом У которого сам Бог Бог творец вселенной Он является царем Более того Одним из аспектов Божьего призвания на еврейский народ Заключалось в том Что они должны были распространять Познание Бога По всему миру Послушайте, что написано в псалмах Славьте Господа Призывайте имя Его Возвещайте в народах дела Его Воспойте Ему И пойте Ему Поведайте о всех чудесах Его Другими словами Евреи должны были нести весть О том, кто такой единый Бог Где бы они ни оказались Куда бы они ни пошли Но что нам важно видеть в этом всем Очень важно рассмотреть За всеми этими действиями Бога Сердце Отца Сердце Отца Который всегда хотел вернуть к себе Не только еврейский народ Который хотел вернуть к себе К каждого из нас Бог хотел Чтобы за этими действиями За этим избавлением Из египетского рабства Израильтяне могли увидеть Его силу Его могущество Но также его милость И верность Послушайте Вот какие слова Бог говорит через Моисеев Книги Второзакония Седьмой главе Шестое-девятое стихи Ибо ты народ Святый у Господа Бога твоего Тебя избрал Господь Бог Чтобы ты был Собственным Его народом Из всех народов Которые на земле Другими словами Бог говорит Вы тот народ Который я сотворил для себя Вы тот народ Который я избрал Поймите В этом есть Большая привилегия И ответственность Он продолжает Не потому что вы были Многочисленнее всех народов Принял вас Господь И избрал вас Ибо вы Многочисленнее всех народов Другими словами Я не избрал вас евреи Из-за того что вы Большая нация Я не избрал вас Что вы Очень продвинутая нация Нет На самом деле Вы являетесь Самым малым народом Он продолжает Но потому что Любит вас Господь И для того чтобы Сохранить клятву Которую он Клялся Отцам вашим Другими словами Бог делает ударение В этих стихах Он говорит Я люблю вас Вот в чем заключается Причина первого Избрания Израильского народа Бог говорит Я люблю вас Но в то же самое время Я хочу чтобы вы видели Я верен Тому слову Которое я дал Аврааму Ицхаку Ияку Бог продолжает Которую клялся Отцам вашим Вывел вас Господь Рукою крепкую Освободил тебя Из дома рабства Из руки фараона Царя египетского И так знай Что Господь Бог твой Есть Бог Бог верный Который хранит Завет Хранит завет И милость К любящим его И сохраняющим Заповеди его До тысячи родов Другими словами До тысячи поколений Что Бог здесь говорит Израильтяне Иврейский народ Я хочу чтобы вы знали Правду О том кто я Я тот кто заключает Завет Я тот кто Хранит завет Я тот кто Любит вас На Синаинской горе Бог обещает Послать своего ангела Который введет Израильтян В обетованную землю Бог предупреждает Что когда израильтяне Зайдут в землю Обетованную Чтобы они уничтожили Места Идолопоклонства Бог призывает Израильтян Чтобы они Не заключали Завета С племенами Которые будут Населять Ту землю В которую они идут Бог призывает Их Служить Ему одному Это очень важно Понять Вопрос Который мы должны Спросить Выполнили Израиль Эту заповедь Служил ли он Одному Богу Как Бог просил его На страницах Писания Мы видим Что Израиль Оказался Неспособным По-настоящему Хранить То что Бог Ожидал от него И когда Божий народ Уже был введен В землю обетования Под руководством Иисуса Навина Вот те слова Которые Иисус Навин Говорит в конце Своей жизни Израильскому народу Давайте обратимся К Иисусу Навину Книга Иисуса Навина 2.4 глава Стихи 14 и 15 Итак Бойтесь Господа И служите Ему В чистоте И искренности Отвергните богов Которым служили Отцы ваши За рекой В Египте А служите Господу Если же не угодно Вам служить Господу То изберите себе ныне Кому служить Богам ли Которым служили Отцы ваши Бывшие за рекой Или богам Амариев В земле Которой вы живете А я И дом мой Будем служить Господу Другими словами Что он говорит Он говорит Вам необходимо Израильтяне Сделать выбор Или вы служите Господу Если да Тогда отвергните Идолопоконство Из ваших жизней Давайте посмотрим Следующие стихи 22 и 24 Иисус сказал народу Вы свидетели о себе Что вы избрали себе Господа Служить Ему Они отвечали Свидетели Итак Отвергните чужих богов Которые у вас И обратите сердце Своё Господу Богу Израилю Народ сказал Иисусу Господу Богу нашему Будем служить И глаза Его Будем слушать Даже Этот лидер Когда он говорил Эти слова Он знал Что Идолопоклонство Оно было уже В сердцах еврейского народа И на протяжении Всей последующей истории Народа Израилева Бог посылал К своему народу Своих пророков Которые Непрестанно Обличали Евреев За их Идолопоклонство За то Что они Отходят От тех заповедей От тех Заповедей Которые Бог Еще дал Тогда У горы Синай Через пророка Иеремия Вот такие слова Говорит Господь За что Господь наш Делает нам Все это То отвечай ему Так как Вы оставили Меня И служили Чужим бокам В земле своей То будете Служить чужим В земле А не вашей Другими словами Через пророка Иеремия Бог обличает Израильтян Выдало поклонствие Дальше В Иеремия Второй главе Он говорит Иди и возглуши В уши Дочери Иерусалима Так говорит Господь Я вспоминаю О дружестве Юности твоей О любви твоей Когда ты Была невестой Когда последовала За мной В пустыню В землю Незасеянную Израиль был Святынью Господу Начатком плодов Его Бог Через пророка Иеремию Он напоминает О Синайском завете Он напоминает Израильтянам О том Кто они На самом деле Были И Бог Как он и предупреждал Так он Так он и поступает Он говорит Что если Вы будете Служить другим богам Вы будете Судимы Мною И на страницах Писания Мы видим Что Бог использовал Ассирийское И бавилонское Нашествия Как орудия Наказания Как орудия Суда Для своего народа В конце концов Мы знаем С вами историю Что во времена Когда римляне Они Они правили В Израиле Иерусалимский храм Был разрушен После восстания Под предводительством Бар Кохбы В 132-м году В 135-х годах Иерусалим Он просто-напросто Был разрушен Евреи Были Изгнаны В своем большинстве Из земли Обетованной Но можем ли мы Сказать Что неверие И неверность Израильтян Отменило Божий план Для них Отменило Божье призвание Для них Забрал ли Бог Навсегда У них землю Ну конечно же нет На страницах Нового Завета Апостол Павел В книге Послания Римлянам 11 главе Он говорит Божьи дары И призвания Не приложены Другими словами Он говорит То что Бог Пообещал Он никогда Не заберет Он не избрал Израиль Потому что Он был какой-то Большой Или современной Нацией Он и не откажется Никогда От израильтян От еврейского народа На евреях И на современном Государстве Израиль Лежит невидимая Сильная И могущественная Рука Божья Это тот самый Бог Который Несмотря На неверие евреев Собирает их Обратно В ту землю Которую Он дал им Навсегда Мы с вами Являемся Свидетелями Уникального Движения Божьего На Ближнем Востоке Бог Он никогда Не заберет От евреев Свою землю Бог никогда Не заберет Своё призвание Для евреев Быть Божьим народом Быть светом Другим народом Давайте подведем С вами итог Божий завет С евреями У горы Синай Это завет Который был Условный Который был заключен На определенных условиях Бог говорит Об определенные условия И он ожидает Что евреи Примут Эти условия В покорности В вере Окончательной Целью Божьей Было Приведение Мессии Спасителя В этот мир И в следующих Сессиях Мы с вами Продолжим Изучение Темы заветов Божий завет С Давидом И Новый завет Спасибо Лейтроуд Мессианский центр Возвращенные на Сион Из Израиля Ставит перед собой Цель Рассказать Израилю О мессианстве Иешуа А также Передать свежее Послание Из Сиона Присоединяйтесь к нам И следите за нашими Обновлениями На сайте www.oasis.media.tv